Первая часть видео, где я рассказывал о самом проекте, кто его разработчики, какие у них цели, уже находятся на канале. А это вторая часть, посвященная проекту Aglet, и здесь мы будем разбирать уже само приложение. Вот так, наверное, выглядит главный экран приложения, но здесь тяжело определиться, что здесь главный экран. Если мы нажимаем на вот эту центральную внизу полосочку, такую голубую, то вот мы подаем вот сюда. И вы видите, что у нас, я прошел уже 45 тысяч шагов, и вот так вот у нас идут награды. Тысяча шагов, 2 500, 5 тысяч, 10, 15, 20, потом уже 35, 50, короче пошло по 15, потом 20 тысяч, ну короче увеличиваются интервалы. Вот по 25, потом тысяч шагов между наградами, и нам дают пару кроссовок за каждый вот этот пункт. Вот этот реферальный код находится в описании, тут пишется, что можно получить до 50 тысяч монет, это на самом деле не особо много. Пройди тысячу шагов, и тебе дадут тысячу монет, это для того, кто зарегистрировался по ссылке, и ты получишь до тысячу монеток. Ну еще из тех 10 тысяч, у тебя должна быть тысяча типа с бустом. Ну и еще, конечно же, если вы используете код, вам еще насыпят один дополнительный кроссовок, вы получите. Давайте заглянем сейчас в мой профиль, вот так вот выглядит профиль. То есть персонажа можно кастомизировать. Задний фон, это реальные твои кроссовки, которые у тебя есть. Сейчас мы туда, у меня, видите, внизу написано 22 кроссовка есть, 66 тысяч я всего заработал, но это какая-то фигня, я заработал намного больше, потратил, не знаю, что это за цифра. И прошел 45 тысяч шагов, но это в общем-то правда. Нажимаем на карандашик, типа редактировать, и вот мы попадаем вот сюда. То есть можно отредактировать персонажа, можно отредактировать заднюю стенку. Вот, допустим, давайте мы и сделаем. У меня здесь, видите, есть пару кроссовок, которые я туда не установил. Ну и вроде все, да? А, нет, смотрите, у меня прям уже вся полка занята будет сейчас. О, какие-то крутые кроссовки, кстати, я только что поставил. Так, и вот коллекция. Это, кстати, последняя была из Social Experiment, я так понимаю, из тех моделей, которые присылали простые ребята и их добавили в саму игру. И вот, видите, у нас задний фон изменился. Ну, давайте отсюда будем выходить. И переходим в раздел коллекции. Есть раздел коллекции, где мы можем увидеть вот коллекцию, которую вы собрали. Ну, это собрал вот начальную коллекцию, два кроссовка и вам дадут, и один я прикупил и получил коллекцию. Коллекция, в общем-то, увеличивает ваш Don Rating. Так называется эта, короче, штука. Забыл показать, она находится в моем профиле. Вот видите, это 355 фреш. Вот это вот Don Score. Ну, это зависит от того, сколько у тебя кроссовок, что ты там находил, напокупал. Ну, какой-то суммарный рейтинг, который оценивает тебя. Ну, я вот на каком-то 355 месте уровня, фиг его знает. Могу я их собрать, не могу собрать эти коллекции, ну, по крайней мере, у себя на районе. То есть, получается, они мне не попадаются, или я не знаю почему, мне попадаются вот все вот кроссовки, которые подают, типа, мою локальную коллекцию по району. Есть такой, короче, вопрос. Ну, я по поиску искал, в принципе, эти кроссовки есть в продаже, их можно будет, я так понимаю, купить. Что будут давать коллекции, кроме рейтинга, сказать вам не могу. Ну, может, какой-то будет, знаете, NFT бонус, типа, ты собрал коллекцию, ее куда-то, может, выставил на показ, и тебе за это потом могут начислять монетки. Ну, вот видите, вверху написано, build up your collection and boost your don't score. Ну, только вот don't score. Ну, и проверяй коллекции, типа, которые мы релизим. Ну, вот так вот, короче. Давайте возвращаемся на вот такой вот экран. Это Wear, это то, что на нас сейчас одето. Это тоже можно назвать своего рода главным экраном. Это кроссовок, он из коллекции Aglet, и называется он Free Flow Sample. Как видите, у него 63% это износ, 1655, по-моему, это погодный бонус, или я фиг его знает, не разобрался с этим показателем. GCP, это показатели, характеристики кроссовка. Grip, комфорт и protection, да, и защита. Вот, видите, сейчас у меня вот эти вот фиолетовые с молнией, это, типа, мой суммарный бонус. Он зависит от того, насколько кроссовок подходит данному времени, дня и погоде. У меня сейчас, видите, 21. Бонус за погоду 2.63 и буст 5x. Вот так выглядит карточка нашего кроссовка. Видите, внизу первый левый показатель Earn Rate, это сколько мы зарабатываем за 1000 чушегов, типа, без бустов. Потом справа Max Boost Rate, это сколько мы можем зарабатывать с бустом. Ну, если получается, у меня 425 умножить на 13, я так понимаю, это мой буст. Прочность кроссовок 81, это много. Большинство простых кроссовок имеет там 10, 20, 30, 40, 50. 81, это уже очень хорошо. Tire 1, это класс, то есть есть еще Tire 0. Суммарно в этих кроссовках я прошел 26 тысяч шагов. Их цена продажи, которая рассчитывается из рыночной цены, это вам, так сказать, подсказка. В золотых аглитах, то есть это необычная цена и это крутой очень кроссовок. Потом есть еще, это сколько осталось ремонтов. У топовых кроссовок ремонты меньше, у более дешевых ремонты больше. То есть у простых моделей, типа Tire 5, там может быть 5 ремонтов, 4 ремонта. А у некоторых кроссовок их вообще невозможно отремонтировать. Кроссовки изнашиваются довольно быстро. То есть за несколько дней вы как бы стаптываете, ну там за неделю изнашиваете кроссовки. Потому что здесь оборот большой, это очень-очень хорошо для экономики самой игры. Ну как когда она появится. Вот видите, есть показатели, сколько я ходил. Collection, ну вот Location Snickers Round 2, вот коллекция, моя локальная коллекция. Ну и вот тут какая-то еще история. Так, с этим разобрались. Давайте теперь в принципе, куда идем, куда идем. Давайте перейдем на карту. Слева кружочек, это карта. Компания в Лос-Анджелесе находится. И если вы не включили геопозицию, вас бросит тоже вот куда-то в Лос-Анджелес. Вот так вот это выглядит. То есть это реальная карта, которая совпадает с реальностью. И вот эти вот кружочки с молнией, это коробочки. Treasure Stash. В них может попасться много чего. Могут попасться, ну обычно попадаются монетки, либо кроссовки. Также вот есть кружочки с молнией, это точки ремонта. Они бывают разного уровня. Видите, по центру здесь написано Accepted Tires, то есть принимаются кроссовки уровня 3, 4, 5. Раз в сутки все эти кружочки, все что на карте обновляется раз в сутки. Ну можно повторно собирать. И слева видите 40% Repair. Это сколько они отремонтируют. В том они бывают разные. Этот тоже 40, сейчас поищем. Вот этот ремонтирует 50. И он ремонтирует кроссовки в том числе 2 уровня. Ремонт кроссовок 1 уровня я еще не находил, мне не попадался. Но здесь я честно говоря не вижу. Есть еще такие салатовые значки с черепушкой. То есть они ремонтируют кроссовок на 100%. На 100%. Ну здесь я такого не нашел. В общем когда вы подходите к этой коробке, оно немножко может подтупливать. Иногда надо покружить возле точки, чтобы оно сработало. Чтобы тебе выскакивает сообщение такое, что опа, ты нашел коробочку, ну открывай. Сейчас вот я вставлю сюда, вы видите перед собой как открываются кроссовки. Показывается коробочка, двойной щелчок, типа снять крышку, потом свайп вверх, крышечка открывается. И вы там видите, что у вас за кроссовок. Ремонт. Вот когда подходите к ремонту, как я лайфхак такой, да? Ты можешь ходить в любых кроссовках, которые тебе приносят больше денег. А когда подходишь к ремонту, одеваешь другие кроссовки, которые тебе надо, ну и их ремонтируешь. То есть не надо к ремонту идти в кроссовках, которые тебе приносят мало из-за того, что ты их просто хочешь отремонтировать. Но это уже такие особенности. Возвращаемся назад. Переходим. Вторая вкладка это шельф. То есть это ваша полка, дословно переводится. И вот вы видите ваши кроссовки. Ну то есть вы уже думаю на них насмотрелись. Вот эта вот баночка, это баночка заработок. Плюс 100% дает к бусту. Я ее купил на 5 минут, но я ее еще не использовал. То есть не знаю. Вот вверху в разделе магазин есть All, есть Snickers, есть Power Apps. Ну вот Power Apps это энергетик, так сказать. Это фильтр. Справа внизу есть фильтр. 75 тысяч монет. Вот видите, это сколько у меня всего есть монет. Дальше вот синенький домик вверху. Это фиолетовенький домик. Это магазин. Есть магазин, то есть официальный магазин, куда разработчики выставляют награду. И вот первый кроссовок, это у нас New Balance Elephant Skin, который имеет броню 63. У меня в кроссовке было 80. Это кроссовок Tire 2, то есть на уровень ниже моего. Зарабатывает он 140 за 1000 шаговый. Максимальный буст у него 2240. Вот видите, есть кроссовки, которые продаются за золотые монеты. Золотые монеты заработать здесь нельзя, кроме как продать кроссовки. Либо купить за реальные деньги. Видите, тут поразгребали вот то, что продавали. Вот это, по-моему, очень крутой кроссовок. Смотрите, у него durability, ну, стойкость 40, он Tire 0, стойкость 70. То есть он приносит 3300 за 1000 шагов. То есть в 8 раз больше, чем мой кроссовок первого уровня. И максимальный буст у него 52 тысячи. Это просто космос, ребята. И второй раздел это OutMarket. Маркет прогружается, бывает временами долго, тупит. Ну, это предложение уже от реальных игроков. Вы можете сами сюда продавать, можете покупать. Я покупал по рынку и продавал. В общем-то, все работает. Один раз я купил кроссовок, они не пришли мне. Написал в техподдержку и буквально через час кроссовок мне пришел. То есть, не знаю, саппорт работает, либо мне так повезло. Вот, кстати, если вы смотрите на карточку товара, то видите, здесь есть такая кирка. И там написано, вот сколько у кроссовка есть ремонт. Вот у белых один из одного, вот видите, один из одного за 183 тысячи. Это значит, что его отремонтировать можно один раз, и до этого его еще не ремонтировали. А вот слева ASICS, вот Gale Light, его можно отремонтировать, вот видите, RPA Remains 3 раза. Ну, тут видите, и процент написан, сколько есть, продают кроссовки изношенные. Давайте сейчас попробуем найти. Вот, видите, вот эти кроссовки, они убиты в хлам. Ну, 2% у них осталось, но их можно дважды еще отремонтировать. Возможно, как-то на этом можно будет играть, но цена 142, их, по-моему, и так можно купить дешевле новыми. Кто-то продает, видите, за обычные монетки, аглицы, это синенькие, фиолетовенькие такие. А кто-то за желтые, золотые продает. То есть, ты можешь выставить кроссовок, и так, и так. Вот такие тапки, кстати, у меня были, я их продал. Давайте вот тут найдем, есть вверху, есть MyListings, вот видите, то, что я продал. Вот Sold, вот они были проданы. Давайте вернемся в наш шельф, в Snickers, и смотрите, как осуществляется продажа. Вот вы нажали, и вот выскочила. Желтая это типа одеть их, голубая рамочка, это продать. Нажимаете вот продать, и видите, он вам предлагает. Вы можете выбрать, либо продать за голубые монеты, он вверху там, видите, минимум. Минимальная цена на рынке 1274, он подсказывает. Или переключить, переключать, или продать за там 4 и 9 золотых монетки. То есть, вам здесь подсказывают, все, в общем-то, продумано и очень хорошо. Но, если я не ошибаюсь, вот чтобы... Давайте какой-то другой кроссовок возьмем, который не за золотые монеты, вот, продавался. Вот по умолчанию, этот кроссовок продается за синий. Но никто вам не мешает переключить их. Это серия лего, кстати, я что-то думал их даже, как бы, вроде и собрать. Надо зайти посмотреть серия лего, какие там кроссовки туда входят. Вот, ну, по-моему, чтобы продать, вот вы сюда вбиваете цену, у вас на счету должны быть, должны быть вот эти вот золотые монетки. Именно вот с этой целью я и купил себе вот этих 5 золотых монеток. По-моему, оно там, какую-то комиссию, наверное, снимает. Оно, да, добавляет к цене, точно оно там пишет. Ты хочешь продать за 5000, оно тебе пишет, что продажная цена будет там 5100. То есть, свою какую-то комиссию, оно туда закладывает, что-то в районе 10%. Так, и давайте еще раз вернемся в магазин. И вот здесь вот фильтронем. Вот, PowerApps. Смотрите, что есть из PowerApps. Есть типа Snickershine. Это, по факту, бустеры. Это ремонт, по факту, это ремонт. Они бывают разные. Бывают за обычные монеты, бывают за другие монеты. И, опять же, они подходят к кроссовкам разного уровня. Бывают и Тайр 5. Для каких кроссовок они подходят и какой процент они ремонтируют. То есть, ну, эти, кстати, были, видите, распроданы, закончились. Вот есть такой, допустим, ремонтируют на 60% кроссовки четвертого уровня. Мне вот интересно, я еще не проверял. Возможно, вот эта штука, когда ремонтируют кроссовки, ее можно купить за 350 обычных монет, она не влияет на количество ремонтов самого кроссовка. Ну, не на чем мне, ребята, сейчас проверить. Рано не хочу я тратить деньги. Непонятно, как говорится, на что. Давайте теперь перейдем еще раз в коллекцию. Я хочу проверить. Следующий у меня шаг. Это, видите, мне осталось сколько? 35 тысяч шагов. До 50 тысяч мне 5 тысяч шагов осталось. И мне дадут какой-то кроссовочек. Вот, смотрите, коллекция. Давайте вот тут посмотрим, посмотрим. Вот есть у нас какая-то LEGO коллекция, я помню, в которую я хотел, ну, подумал, может ее собрать, что ли. Видите, есть коллекция Location Sneakers Round 1. У меня Round 2. То есть это может у коллекции есть какое-то время, когда их можно собрать, а потом они как бы... А, вот, вот это вот коллекция я смотрел. Здесь 6 кроссовок. Это LEGO X Adidas ZX. Вот так вот коллекция. Как видите, ZX 8000, 8000, ZX 8000. Давайте посмотрим, сколько стоят эти кроссовки на рынке, собственно говоря. ZX 8000. Вот в маркет заходим. Давайте вбивать ZX. Блин, правда не заметил, там был пробел. Или не было в кроссовках. Да, пробел был. И вот смотрите, почем эти кроссовки. 16 тысяч кроссовки. Ну, то есть кроссовки коллекции, это не кроссовки недорогие. Ну, что-то, видите, большинство людей хотят продать за золотые монеты. Ну, хата нет. Вот 14 тысяч есть кроссовки. Ну, тут надо опять же листать. Видите, очень много предложений. То есть приложуха-то уже живет довольно давно. И народу здесь довольно много, на самом деле. Ну, вот можно, короче, пытаться собирать коллекции. Но пока что смысла особого в этом нет. Но я пользуюсь приложухой уже около недели. Еще, кстати, заметил один момент. Давайте вам скажу лайфхак. Вот эти вот все точки, они статические. То есть в течение недели, то есть каждый день ты приходишь на одни и те же места. И все остается на своем месте. Но, по-моему, вот сегодня у меня суббота. И в субботу некоторые точки добавились, некоторые убрались. То есть в субботу идет какая-то перестановка. Но не полная, а частичная. Какие-то точки остались на своих местах, коробки. Какие-то исчезли, какие-то добавились. Вот такой вот еще, короче, лайфхак, ребята. Ну, на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. В общем, если... Когда эта приложуха выйдет на торговлю, появится у нее своя крипта, пойдет она на NFT Marketplace, но тогда уже можно будет судить о том, можно ли на этом будет делись, зарабатывать или нет. Ну, как вы видели, по родмапу, это вообще, по-моему, сейчас четвертый квартал у них написано. NFT Marketplace. Ну, вот я где-то встречал несколько раз, что ходят слухи, что вот прям чуть ли не завтра, 15 мая, они там должны появиться на каком-то Marketplace. Ну, может, на том же OpenSea. Я же показал там, то есть уже какая-то заготовка под них есть. Они это будут или нет, ну, посмотрим. То есть на OpenSea сейчас они стоят по 0,04 эфира. Это в районе 80 долларов кроссовочки. То есть, ну, если это будет так, то уже неплохо, да. Можно будет что-то там, по крайней мере, планировать по деньгам. Вот так дела. На этом все. Всем пока.